Здарова хулиганы, как ваше ничего, с вами Айрондрук и это очередной выпуск мод обзора. Периодически огромное количество модов на Doom начинает неплохо так приедаться, и настаёт такой момент, когда рядового пользователя уже ничем не удивишь. Огромные арсеналы, бесконечный бестиарий, плюшевые куклы за 50 баксов и даже рождённый в страшных муках сюжет — всё это приедается. И в такие моменты авторы модов устраивают страшные мозговые штурмы, чередуемые запоями, чтобы найти то самое недостающее и инновационное нечто, чего ни у кого ещё не было и что резко сделает их и их творчество популярными. А некоторые более умные авторы вспоминают, что всё новое — это хорошо забытое старое, и что изобретение велосипеда во второй раз есть идиотизм в чистом виде и вообще фу быть такими. Вместо этого они берут готовый и рабочий концепт какого-нибудь популярного мода и наоборот убирают из него некоторые элементы. Полученный в итоге этого процесса мод является отличным от оригинального, играбельным и как ни странно это работает. Сегодня на нашем столе для вскрытия находится мод под названием «Фаспонс» или «Фаспонс» от автора «Фаслрн». Ура, ещё одно труднопроизносимое имя. Как они это придумывают? Что их вдохновляет? Может это кристальный мед? Эх, неважно. Данный мод был создан в июле 2015 года, а последнее обновление датируется июнем 2019-го. Так что можно смело заявить, что автор его не забросил. Это в наши дни является большой редкостью. Можно было бы назвать данный мод «бруталдумом на минималках» или «бруталдумом для бедных», но это будет прямой конфронтацией с могучей фанбазой мода D4T, который как раз удостоился этого почётного титула. Да, в моде «Фаспонс» присутствуют элементы «бруталдум», но я лично бы не сказал, что их настолько много, и что их силой будут пихать нам в лица и другие части тела. Автор предусмотрительно добавил в свой мод специальное меню под названием «Фаспон трикс», которое вы без труда найдёте. В данном меню вы сможете откалибровать ваш геймплей. К примеру, вы не хотите перезаряжать ваш арсенал, вы сможете отменить общую перезарядку оружия. Или вы хотите, чтобы снаряды ваших врагов летели в вас быстрее — это тоже можно настроить. Вас не устраивает нынешняя модная горизонтальная перезарядка дробовика, и вы снова хотите видеть, как главгерой будет его передёргивать, занимаясь этим на полэкрана? Пожалуйста, меняйте. Это не запрещается. Также вы сможете изменить некоторые визуальные эффекты в данном моде. Как-то включить и отключить дым, откуда бы он не валил. Активировать трассировку. И да, чёрт его дери, вы сможете сделать так, чтобы в этом моде двустволка рвала врагов на куски. Честно, если в каком-либо моде двустволка так не делает, даже после приправ, то я на такую вечеринку престарелых попросту не сунусь. Неа. Вы также сможете задать максимальное количество ошмётков, пустых магазинов и прочих интересных мелочей, которые будут вываливаться на пол. Тут разумеется, чем больше, тем лучше. Но это уже зависит от возможностей вашего компьютера. Еще у этого мода есть свой пользовательский интерфейс, но если честно, его настройка — это страшный геморрой, а выглядит он не очень. Ну сами поглядите, может я придираюсь. Что касается вражеского зоопарка, то тут почти всё осталось без изменений. К слову, в вышеупомянутом меню настроек вы сможете поменять внешний вид некоторых из ваших врагов с изменённого на ванильный. Помимо увеличенной скорости полёта снаряда в ваше лицо, некоторым из них автор решил дать дополнительные способности. Так, к примеру, пулемётчики будут изредка пинать вас, когда вы подойдёте к ним слишком близко, если подойдёте. Арквайлы, помимо воскрешения убитых и огненного столба, будут порой посылать на вас небольшую стену огня. Небольшую — так, куром на смех. Какодемоны наконец-то получили звуковое сопровождение, когда подлетев к вам вплотную, они начнут вас кусать за задницу. У ревенантов поменялись приоритеты, и теперь периодически они решают сами подойти к вам и начать хлобучить вас кулаками, вместо того, чтобы тратить на вас свои ракеты. И, наконец, падшие души порой будут вселяться в тела умерших врагов и воскрешать их. Ну, то есть вас будут атаковать их призрачные проекции. Здоровье у призраков будет поменьше, но бить они вас будут сильнее. Проверено на моей шкуре и баронах ада. И это лишь то, что я успел вычислить, немного поиграв в этот мод. Если найдёте другие изменения в поведении врагов, то напишите в комментариях под видео. Буду признателен. Что касается вашего арсенала, то он существенных изменений не получил. Новых пушек добавлено не было, за исключением замены пистолетика на винтовку. Целиться нельзя, можно перезаряжаться. Как говорилось выше, перезарядку вы всегда сможете отключить. У бензопилы, двустволки и пулемёта изменился внешний вид. Пулемёт, к слову, придётся перезаряжать вручную. Вы увидите специальное сообщение в нижнем углу экрана. Это немного напрягает в начале. Бензопилу приходится расчехлять дольше обычного. У ракетницы ракеты теперь летят быстрее обычного. У БФГ можно контролировать силу выстрела, как это можно было делать в Doom 3. Ещё вы сможете кидаться гранатами и пинаться ногами. Разумеется, весь ваш арсенал теперь звучит по-другому и является довольно функциональным. Данный мод неплохо сочетается с последними кровавыми модами, как это Кетчуп, Universal Gips и Nash Gore. Советовал бы я этот мод к ознакомлению и прохождению? Определённо. Ну, хотя бы раз. Хотел бы я, чтобы этот мод развивался? Конечно. Как я уже сказал, не изобретайте велосипед дважды и всё будет хорошо. И на этом всё, хулиганы. С вами был IronDruck. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры. И до скорого.